Абсолютно прогнозировать. Ну и бой под номером 9, мейн-эвент по-настоящему, как говорят все на Америке. Главное событие вечера Константин Ерохин, который вышел в клетку. Город Москва, Россия, Fight Night, уроженец городом Магадан. 32 года этому парню. Да, это самый ожидаемый поединок сегодня. Вот и сейчас Сергей Бадюк представляет, да. Да, сразу хочется сказать, Виталий, такую вещь сразу перекинуть мяч вам, на вашу сторону, на вашу площадку. Вы являетесь наклубником прекрасного атлета Константин Ерохин. Расскажите об этом парне, вообще ваше видение и понимание, вот что из себя представляет на данный момент Константин Ерохин. Константин Ерохин очень мощный и сильный физический боец. Я наблюдаю практически с первого же его боя, так скажем, с дебюта в ММА за его спортивной карьерой. Очень мощный, очень сильный нокаутер, с которым очень опасно меняться на руках. Тем более, как мы все знаем, он является мастером спорта по боксу. Сейчас очень активно осваивает борцовскую технику. Самому мне, к сожалению, не удавалось с ним постоять в парах ни по боксу, ни по борьбе, так скажем, да. Но наши ребята, Владимир Минеев, Руслан Магомедов, они с ним постоянно тренировались. И рассказывали, насколько вот эта мощь Константина, коренастого такого парня мощного, насколько она ощущается вообще и в стойке, и в партере. Ну, соответственно, я так понимаю, что в ближайшем будущем у вас будет все-таки опыт и желание поработать с этим парнем в парах? Безусловно, безусловно. Я уже довольно-таки давно хотел поработать с Константином еще в период подготовки к своей защите пояса с Чейком Конго. Но не удавалось, потому что Константин готовился в другом лагере, готовился к своему бою. Поэтому так, как бы, пока не срослось, так скажем. Да, просто знаю ваш характер, Италия, вы действительно жаден по-хорошему до классных, качественных парень-партнеров в разных отраслях единоборств. Не только чистых смешников, но ударников и чистых борцов. Вы любите всяких. Ну, Максим, я вам скажу, что расти можно только на сильных. Поэтому я и, как вы сказали, жадно ищу сильных оппонентов, сильных спарринг-партнеров, потому что только на сильных можно расти. Вот Ричард Адамс. Всецело, кстати, подписываясь под вашими словами. А скажет теперь несколько слов о Ричарде и Черном Орле Адамсе в Сан-Антонио, США. Да, ну, я с ним не знаком, не встречался и, к сожалению, не видел его поединков. Но парень очень большой, фактурный. Как мы видим, на голову выше Константина. Ну, его информационная составляющая о нем говорящий таким образом, чуть перечислено. То есть 9 лет, рост 1,96 мм, вес 119 кг, профессиональный его рекорд 8.1. Тут же одно поражение послужило на списке, что тоже говорит о многом. Представляет команду US Elite Combat. Участников вы видели таких турниров, как Bellator и Pro Elite. Вот такие вот интересные данные об этом парне. Говорят, действительно, они о том, что это уж точно не мешочная диета приехала для Константина Ерохина. Я считаю, что Константин боец с большим потенциалом, поэтому таких ребят он должен проходить, не задумываясь. Правый, опять с правым разрезом. Отлично. Кстати, и Дмитрий Сазонов сохраняет здоровье. Ричина Черного Орла-Отумсу. Виталий не сдерживает Семенаков. Он сегодня не перестает удивлять на самом деле. Хоть это ожидаемо было, но на первой же секунде. Он же сам говорил о Константине Ерохине на пресс-конференции. Но ожидаю полноценного боя в течение трех раундов. И вот уже устал я выигрывать эти бои все время в первых раундах на первых секундах или минутах. И действительно нет у парня, у Константина Ерохина вот этого важного опыта долгого поединка. Как он сам об этом сказал. Максим, вы знаете, постоянно мои друзья, которые приезжали на мои поединки, когда я дрался еще в России, говорили, как так? Мы едем, посмотреть. Тут бой начинается 2-3 секунды, там 10 секунд, и бой заканчивается. Ну как так? Тоже у вас были нокауты, тоже из-за ярких. А теперь я смотрю на поединки Константина, уже ни одной...